Восвятая служба информации Талерадою компании Гомель, у студии Натальи Хнатенко, добрые ранницы. На Гомельщине завершился пресс-тур проставников российских и союзных страдков массовой информации. Попошний день визиту журналисты наведали Республиканский науково-практичный центр радиационной медицины и экологии человека. Гостя ознайомилися с обсталяванием центра и упевнилися, на яким высоким узроней оказывается допомога пациентам. После чего смогли задать свои пытания по час пресс-конференции, которую провел державный секретарь союзной державы Рыхор Рапота. Чутки про Чернобыль – это по большей части мифы, кажутся российские блогеры. И все, як один, погаджаются, что, например, белорусская молочная продукция вельми подобается россиянам. И смак, и якость, и выгляд. А вот туристичные маршруты Гомельской области, на жаль, рекламуются недостатково. Удельники пресс-тура обьяцают, что обовязково расскажут об туристичной привабности Гомельщины. А ясши журналисты цикавились реализацию Беларуси союзных программ по переодолеванию наступства аварий на Чернобыльской АЭС. И это зрозумело, бо гроши, которые тратятся на чернобыльские проекты, выдатковываются у тым лику из союзного бюджета. Отказ однозначный. Ни один рубель не потраченный дарма. Я, в общем, убедился в том, что те деньги, которые выделяют союзным государством, они, конечно, потрачены не зря и, в общем, с умом и по-хозяйски. Мы рады тому, что внесли какой-то свой вклад в создание такого высокотехнологичного медицинского центра, который работает вообще, я считаю, на таком мировом уровне. Аппараты для эндоскопичных доследований, МРТ, сучасное офтальмологичное обсталевание. Российские журналисты, одразу было зрозумело, не чекали, что медицина угомили саправды сусветного узровня. Особливую цекавость выкликау лечильник выпроменивания человека. Московский блогер Тимофей Васильев одразу сгадился на обследование. Лечильник показал абсолютно нормальные показчики. Напередо дни Тимофей побывал у Полесским державном радиоцинно-экологичном заповеднику и вырышил, что мог поспеть отрымать там дозу радиоцин, али отрымау только незабывные уражения. Что меня поразило, это то, что с белорусской стороны действительно этому удивляется огромное внимание, начиная там с каких-то технических мер по обеспечению, то есть вот с этих дезактивационных пунктов и заканчивая лабораториями, которые находятся в зоне и занимаются проведением исследований. Ознайомившись с высокотехнологичным обсталяванием Центра радиоцинной медицины, на пресс-конференции журналисты закранули складанную тему. Установа будавалась у тым лику за бюджетные гроши Союзной державы и была различена налячение и реабилитацию людей, которые проживают на потерпелых от Чарнобыльской аварии территориях, а это и приграничные районы Российской Федерации. Лечь для их же хоров послуги у Центра предоставляются только на платной основе. Оказывается, пытание бесплатного лечения этой категории пациентов уже выучается, але истнует шмат юридичных складанностей. И все ж таки, означена она пресс-конференции, есть надея на распроцовку межурадовых погоднений, которые помогут вырешить эту проблему. До речи, сейчас распроцовывается черговая союзная программа, которая так само предугледживает новые накерунки суместной навыково-практичной деятельности. Сейчас формируется новая пятая программа. И она, насколько я понимаю, где-то в стадии прохождения. А там мы закладываем это и дальнейший мониторинг, это и дальнейшее развитие специализированной, высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи. Это и специфические научные исследования, и по изучению пи-индикации. Это и развитие ядерной медицины. На развитании российские журналисты обещали рассказать о своих блогах и на сторонках газеты часописов об Гомельщине. А сами выказали жадание побывать у наших местинах знов. Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадо и компания Гомель. До речи, самое непосредное дочинение до ликвидации наступства у Чарнобыльской катастрофы мают и супрационники Гомеляблогидромета. И кие доследования сегодня проводятся у радооцино-экологичном отделе и те есть подставы для заклопоченностей уже хороу региона, ведая Олег Синтероу. Сегодня у Гомельском гидрометроцентре не только надзираются за температурой и худкостью повитерных потоков. Тут ведают все, где идут ядерные попробования, где горят лесы. И самое главное, каким чином все это отбивается на радооцино-ситуации на территории Гомельской области. Кожный день у 8 годин ранится дежурный инженер-радиометрист приходит на полигон, к обзарабить замеры могутности радооцино-дозы. Усягон на Гомельшине 6 таких контрольных кропок, даденые за яких знаходятся на постоянном контроле и аж один штуденный обовязок, так званый аэрозольный контроль приземного слою. Все осадки, которые за сутки выпадают, роса, дождь, снег, ну ежедневно. Вот за сутки оно накапливается на этой марле, потом мы ее снимаем, высушиваем и сжигаем в печках, и залу замеряем. У некоторых выпадках периодичность контролю может быть изменена. Не это, например, когда горели лесы в Украине, дозиметричный контроль проводили кожную годину. Некой погрузы здоровью, тогда, кажуть, на самой справе не было. Под контролем гомельских специалистов у Воглис находятся все процессы, которые отбываются у света. И навод Калияны не могут оказать уплыв на экологичное становище в регионе, фиксуется все ровно, как таяш-авары на японской Фукусиме. Мы увидели остаточные явления ядерного взрыва в Японии. Это были микродозы, они никак не повлияли ни на нашу экологическую ситуацию, ни на радиационный фонд. Но, тем не менее, эти данные мы получили. Мы получили их средств за Германией. То есть мы увидели все эти остатки, которые облетели вокруг земного шара. Сегодня специалисты отдела радиационной экологичной информации Гомель Абалгидромета проводят постоянный мониторинг ситуации по всей области, уключающей отселенные территории и пограничные зоны. Для объективности информации створены специальные ландшафтные полигоны, на яких заборонена любая господаршая деятельность. Каб полностью позбавиться от наступства чернобырской катастрофы, спотребится еще не одно десяти годи, але у целом радиационная ситуация на Гомельщине полепшается, а непосредственно в день 30-й годовины чернобырской катастрофы у Гомель Абалгидромете обовязково узгадают прозвищи супрацовников, яке одразу после трагедии почали высветление реальной ситуации, что дало махчимость скласти карты радиационных озабороживания территорий и принять адекватные меры по обороне людей. В тот период занимались отбором проб почвы в населенных пунктах, прилегающих к территории Чернобыльской атомной станции. Хотелось бы назвать несколько фамилий. Это бывший начальник лаборатории Василевская Бронислава Станиславовна, Лебезева Антонина Михайловна, водитель Тимошков Николай Григорьевич. Олег Сентяров, Валерий Панько, телерадо «Компания Гомель». Сегодня светный день культуры. У Беларуси его означают с разностайными конкурсами и фестивалями, у дельниками, яких станут и представники Гомельской области. У приватности гомельские цимбалисты примут эту делу в открытом форуме «Серебранный звон цимбалов», який начинается сегодня в Барановичах и протягнется три дни. При этом перед республиканским фестивалем все у дельники прошли два отборочных тура – региональный и областный. А проча непосредна демонстрация своего мастерства на сцене простойники Гомельской области примут эту делу в круглом столе по обмене в опытам выканавчиха мастерства и пропаганде беларусской цимбальной школы. «Серебранный звон цимбалов» – одно из республиканских мероприемств «Года культуры», якое вызначается вельми высокими потребованиями доудельников. Со всего Гомельского региона собрались цимбалисты, которые играют как соло, так и в ансамблях. И мы отобрали шесть солистов, и только один ансамбль у нас прошел для участия в городе Барановичи. Это ансамбль Луковской детской школы искусств «Купалинка». 16-18 вересня 2016 года у Гомелли пройдет 8-й международный фестиваль хореографичного мастерства «Сожский карагод». Его концепцию обмерковали на первом посаджении Организационного комитета. Гостей фестиваля чекает шмат цикавого. Подробязности в нашем сюжете. Международный фестиваль хореографичного мастерства «Сожский карагод» проводится у Гомелли с 1997 года с метой заманцевания творческих совязей и взаимодействия культур разных стран. За годы и снования он стал соправданной визитной карткой областного центра. Организаторы селетнего фестиваля, которые запланованы на северену вересня, обещают шмат новаций. Напрыглад, уже вядомая концепция церемонии открытия. В 2013 году танцевальные коллективы удельники увасобляли четыре стихии. Огонь, воду, землю и поветро. Зараз яны разом представить свое особливое творшее полотно. Учитывая, что это год культуры, мы решили сделать такое творческое полотно из нитей, краски голубые, белые, оранжевые, желтые, и вот эти нити будут сочетаться с пластикой, с разнообразием хореографических направлений в хореографии. У минулом фестивале проняли удел коллективы 17 краин свету. Все лето плануется поширить географию, больше, как у двоя. Запрошение на кированы у 40 краин, сирот яких Аргентина, Индия, Китай, а так само постоянные удельники России, Украина, Казахстан, Молдова, Сербия, Шотландия. Этот фестиваль характерен тем, что сюда приезжают очень многие известные коллективы не только из Республики Беларусь, но и за пределов Республики Беларусь. То есть сюда все стремятся. Они знают о том, что начало сентября месяца Центр культурной жизни в Республике Беларусь перемещается в город Гомель. И здесь проводится этот фестиваль. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, Телерадоя компания «Гомель». Гомель отдал данину поваги памяти Ирины Паскевич, опошней госпады Немайонтка, Румянцевых и Паскевича. Напереды дни сполнился 91 год с дня смерти княгини. С гэтой нагоды у Палацево-Парковым ансамблі прайшли памятные мероприемства. Подробязности у Ганны Ковалевой. Ирина Ивановна Паскевич опошняя владельница жамчужины Гомельщины Палаца Румянцевых и Паскевичев. У гисторий нашего региона она покинула глубокий след. И навод сегодня память о ее добрых справах заховывают особные будинки областного центра. Колисти узветенные по ее указу шанують княгиню и у стенах самого Палаца. Так случилось, что буквально в канун дня памяти Ирины Ивановны Паскевич 14 апреля открыта была усыпальница для посещения гомельчанами гостями города после реставрации. Мы решили совместить эти два события, вновь вспомнить княгиню Ирину и рассказать о удивительном культовом строении, которое состоит из часовни и усыпальницы подземного сооружения и которые были построены ради памяти семьи Паскевичей. Ирина Паскевич активно удельничала экономичным и социальным жития Гомеля. Княгиня будовала и финансово забеспечивала школы и жановшая училища. На ее сродке была узведена и мужчинская классичная гимназия. Зараз это корпус Белорусского державного университета транспорту. Дякую, что ей працавал дитячий притулок, допомагала княгиней больницам. В День памяти Ирины Паскевич у Белогостинной палац были огучены факты за ее життя. Однако и зараз в биографии княгини застается немало таямниц. До сих пор мы не знаем точную дату рождения Ирины Ивановны. Предлагаем всевозможные усилия, чтобы найти хоть какие-то документы и узнать точный день, когда родилась наша Ирина Ивана Паскевич. В этом плане ведется огромная работа. Свой опошний притулок Ирина Паскевич не знайшла у фамильной По одной из версий в 30-х годах минулого 100-го года ее перепагали на Новиковских Мойлках. Теперь на этом месте находится Студенский сквер. Однако докладного подсвержения такому факту так само нема. В уголе больших сучасных историков лечить, что прах княгини застался на территории собора. Разом с тем убачить образ опошней господине Гомеля можно и сенне на названной у ее гонор в улице Ирынинской, где удячные гомельчане поставили ее и памятник. Ганна Ковалева, Валера Игапанько, Телерадо, компания Гомель. У картинной галереи Гауреила Вашченке открылась и выстава живопису, присвеченная 30-ю годзю годовины катастрофы на Чарнобыльской АЭС. Экспозиция будет працевать до 22-го красавика, а потом отправиться в Ельск. Выставу складут творы с коллекции Национального центра сучасных мастатствов, Национального мастатского музея, мастатской галереи Михаила Савицкаха и картинной галереи Вашченке. Кожная представленная картина, длюстровая неполторный внутренний свет мастака с его индивидуальным баченем, почерком, лиричным настроем. Доминантой экспозиции з'являются работы из основальника Беларусской академичной школы, народных мастаков Беларуси, Михаила Савицкаха и Гаурила Вашченке. Годное место тут таксама заняли творы заслуженных дейчево мастатства у Республики Беларусь Михаила Рогалевича, Владимира Кожуха, Миколая Казакевича, Роберта Ландарского, Владимира Гордиенки и инших. Да выставы долучилися и мастаки с суседних краин России и Украины, регионы яких таксама потерпели наступство катастрофы. Мэты экспозиции празмастатские образы дать глядачу явление про складанный лёс поколения, чьё житё изменила чарнобыльская трагедия. Работы художников старшего поколения, которые живо восприняли это в своей жизни, отражают саму катастрофу, саму беду. Более молодые художники демонстрируют пейзажи, как листворение белорусского народа, души народа, которая близка к земле и вот этой силой земли может превозмочь все беды, все напасти и жить развиваться дальше. И это была пошняя информация нашего ранешнего выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам добрых новинов. До новых субтитров в эфире. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова